Здравствуйте! Вы на канале Садовые приключения с Надеждой. Сегодня мое видео будет о том, как я наконец-то наведу порядок в заднем углу своей большой клумбы. До этого угла у меня не доходили руки, потому что сначала я занималась питомником, потом центральными клумбами. Но вот уголочек был не убран. Десять дней назад я приказала своему мужу спилить куст пузыреплодника, потому что куст уже старый, где-то ему было лет 14, и он составился. Ветви стали такие большие, прям оголенные, и декоративность он особой уже не нес. Поэтому мы решили, что надо его омолодить. Вот как это было. Вот у нас куст пузыреплодника. Он уже состарился, и ветви довольно большущие. Даже в этом месте у нас тропиночка, и они мешают ходить. Поэтому вот эти большие толстые ветви мы сейчас обрежем. Видите, они уже и не декоративные, и большие. Поэтому муж сейчас вот на пенек, оставляя где-то 15 сантиметров вот такие небольшие пенечки, обрезает этот куст. Вот так производится омолаживающая обрезка куста. И вот как теперь этот участок выглядит еще неухоженно. Я уж покажу, чтобы вы знали, с чем было сравнить. Вот у меня тут незабудки. Здесь у меня куст форзицы, который я в прошлом году омолодила. Вот я его спилила. И здесь еще стоит моя гортензия. Гортензия с голубыми цветочками. К сожалению, я еще так даже ее и после зимы не разобрала листья. И вот этот мешок, которым я укрывала гортензию. Стыдно, конечно, но, знаете, все бывает у хозяйки, бывает и вот такой вот вид. И еще я хочу показать здесь тот куст пузыри плодника. Вот видите, он уже начал давать такие хорошие побеги. Вот мы его спилили 10 дней назад. И он начал давать хорошие побеги. Вот это надо тоже подкоротить, потому что я хочу, чтобы все побеги были одинаковой величины. А эти уже ушли в сторону. Поэтому все подкорочу. Ну а что будет с этим участочком, посмотрите попозже, когда я все здесь сделаю. В процессе уборки я столкнулась с вот такой проблемой. У меня папоротник-щитовник, он попрорастал внутрь куста моей гортензии. Вот я его оттуда вытащила уже и просто вам показала, он прям был внутри куста. То есть, когда вы садите щитовник, всегда думайте, что это растение-агрессор. И вот здесь он тоже в остильбе был, тоже его пришлось выковыривать. И видите, вплетень врос и даже уже вылез на тропинку. То есть, вот его сколько столонов своих этих дал от побегов. То есть, это растение не для того, чтобы и вот там он, видите, внутри. То есть, не для красоты. Это с этим растением надо немедленно бороться. То есть, его всего выкорчевать. Вот у меня есть другой вид папоротника. Вот я не знаю, правда, его название. Кто знает, подскажите. Вот этот папоротник не дает поросли. И он очень-очень такой замечательный. Вот этот можно садить у себя на кумбах. А тот никак нельзя. С дейтсой придется сейчас поработать. Видите, она у меня уже на цвету в этом году. Она как-то пораньше, хоть я бы не сказала, что теплый год. И вот такие вот ветви, вот такие вот ветви, ей придется поубирать, повырезать. И где-то вот здесь, где раньше обрезали ветви, они поросли не дали. Вот это тоже придется повырезать, чтобы превратить ее в декоративный кустик. А сейчас я буду разбираться с форзицией. Я хочу ее сделать деревцем на штамбе. И вот я уже часть срезала. Видите, вот старые пеньки моей прошлогодней форзицы, какая она уже была мощная. Вот здесь я немножко уже подрезала новые отростки. И я хочу оставить одну веточку и формировать ее деревцем на штамбе. Какую веточку мне выбрать? Конечно, самую большую. Вот посмотрите, вот эта веточка вроде бы неплохая. И вот эта веточка вроде бы неплохая. Но формировать я буду вот эту маленькую веточку. Вроде она такая поменьше. Сейчас скажу почему. И это очень важно. Посмотрите, вот эта ветка, если рассмотреть внизу, она идет прямо снизу. Она выросла снизу с побегов от корневой системы. Вот эта большая ветка, вот эта большая ветка, она приросла, видите, вот, от пенечка. И вот этот прирост от пенечка, он очень опасный, когда мы формируем растение. У меня так пропала большая, большой персик. Потому что при любом ветре, если, например, ветер будет в эту сторону, смотрите, чик, и все. И легко обломался. Вот этот побег легко обломался. А этот побег, его можно будет наклонять в разные стороны, он не ломается. Вот. Поэтому выбираем побег, который покрепче. Который покрепче. И который идет снутри, из земли. Тогда он будет хорошо держаться. Вот и все. Закончена работа над задней частью моей старой клумбы. Сейчас расскажу по порядку. Что же я здесь сделала? Так, я, во-первых, хочу рассказать про свою форзицию. Видите, я выбрала один главный побег. И привязала колышку. И все, что будет снизу у меня отрастать, я буду срезать. И так как корневая большая, я думаю, этот побег очень быстро разрастется. И я сформирую форзицию на штамбе. Дальше. Для чего это нужно, кстати, я потом расскажу. Дальше. Вот здесь я освободила немножко от других цветов свою гортензию. Потому что, когда полностью подбивает цветы, получается какая-то как смесь. И куста не видно, и мешанина такая. Поэтому я такую смесь не очень люблю. Поэтому, вот видите, вокруг все выпало. Кусты все выпало. Оставила только один побег. Такого растения с серыми листиками многолетнего и такие с пушистыми цветочками. Вот. Вокруг форзиции я посадила сальвию. Сальвия посажена по просьбе моей мамы. Она очень любит этот цветочек. И она просит, чтобы ее было много-много-много. Ну, я так думаю, что будет хорошо. И не будет форзиции мешать. То есть сальвия приподнимется где-то на вот такое вот расстояние. И будет делать красное пятно. Ну, и немножко сюда добавила астрочек. Незабудки я оставила. У них еще период цветения где-то недельки три. Поэтому пускай они порадуют глаз. В уголочке здесь тоже астры, которые осенью будут нас радовать. Ну, а вот здесь я подсадила бархатцы. Почему бархатцы? Ну, во-первых, их не жалко. А во-вторых, они более выносливые. Потому что скороб из реплодни, который мы обрезали, разрастется и сомкнется с дейцией. И я так думаю, что только бархатцы там могут остаться и еще цвести. А так там будет все-таки тень и остальные цветы не будут так декоративны. Дальше обязательно муж еще поставит вот здесь вот заборчик. Вот он был заборчик. Видите, он уже такой ограничитель. Он уже сгнил. Поэтому вот здесь нужно обязательно заборчик. Для чего это нужно? Сейчас я присяду и постараюсь вот так вот снять. Так, вот так и вот так. Для чего это нужно? Для того, чтобы в темноте не наступить. Потому что мы с питомником можем в темноте идти. И с теплички в темноте идти. Вот у нас здесь теплица. Вот. И наступить на цветник. Поэтому этот заборчик обязательно должен здесь быть. Здесь не обязательно он декоративный. Это задняя часть цветника. А вот здесь я придумала уже. Плетение разобрала. Вот остатки плетения. Не хочу. У меня уже задумана другая совершенно история с забором. И я вам покажу в следующих видео. Я уже приготовила даже материал для другого декоративного забора. Так, и теперь еще вернемся к своей гортензии и к форзиции. Почему же я все-таки форзицию здесь оставила на штамбе? Потому что вот эта гортензия, она у меня очень красивая. Она дает цветы и синего, и розового цвета. Сначала розовый, потом они превращаются в синие. И отдал мне ее сосед. И она давно была мной забытой. И пять лет она вообще не цвела. Потому что из-за сильно разросшейся форзиции ей не хватало цвета. И в прошлом году она у меня дала два бутона. И я поняла, что такую красавицу нельзя притенять. И поэтому срочно была обрезана форзиция. Форзиция, когда она будет форзицией на штамбе, она все равно будет давать цвет для моей гортензии. У гортензии очень хорошо сохранилась. У нее остались почки цветущие на побегах прошлого года. Я думаю, она будет меня радовать. Поэтому вот так пришлось исправлять ситуацию. И что еще? Кстати, вот недавно выходила моя мама и сказала, ну что ты все снимаешь и снимаешь. Работы столько, а ты вот прогуливаешь. Я сказала, мам, у меня на ютубе за вот это хотя бы денежку платят. Хоть три копеечки, но приятно. А за модный приговор тебе никто ничего не платит. Однако ты его смотришь. А у меня наслаждение от съемок на ютуб точно такие же, как у тебя от модного приговора. Вот так мы с мамой поговорили. Так, вернемся еще. Так, я хочу еще показать, как будет выглядеть моя эта клумба издали. Ну вот здесь, вот смотрите, если я иду по этой вот дорожке, вот этой дорожке, то вот здесь она будет хорошо просвечиваться. Видите, тут будут сальвии и гортензии. А вот здесь придется тоже исправлять еще одну ошибку. Вот, посмотрите. Отсюда практически ничего не видно. Ни сальвии, ни моей гортензии. И что же мне нужно будет сделать? У меня здесь растет большой можжевельник казацкий, который закрывает заднюю часть клумбы. Что можно в таком случае сделать? Конечно, топиарную стрижку. Мы пострижем этот можжевельник и сделаем его красивым таким неваки-деревом. Это тоже будете смотреть в моих следующих видео. Ну, а пока пора прощаться. А для этого я сяду на пенек и попрощаюсь. Снова покажу свое личико. Вот, потому что хочется попрощаться с вами лично и посмотреть вам в глаза. Вы для меня уже, мои дорогие подписчики, как родные. И многих я знаю по вашим никам. Очень жалко, что нету обратной связи. Но я надеюсь, может, через лет пять что-нибудь такое изобретут. Хотя бы, чтобы можно смотреть было на ваши лица. Ну что ж, кто впервые ко мне заглянул на канал, пожалуйста, подписывайтесь. Собирайтесь в наши друзья. Обязательно оставьте свои комментарии. И обязательно не забудьте поставить пальчик вверх. Ну, а пока-пока. Ждите моих новых историй. И я так думаю, что нас с вами ждут еще новые приключения в моем саду. Спасибо. Спасибо. Спасибо.